Добрый день! Вы смотрите видеоканал GameScope, с вами Ксения. Сегодня в Московском кинотеатре «Октябрь» заходит премьера новой российской комедии «Быстрее, чем кролики». Новая картина «Квартета И» является новогодним подарком поклонникам к 20-летнему юбилею творчества артистов. При этом она представляет не только экранизацию известного спектакля «Квартета И», но и новое его прочтение. Сами создатели этой картины называют ее трагифаксом о жизни и смерти. На кемьере ожидается немало актеров, режиссеров и звезд шоу-бизнеса, а также сами авторы картины. Среди них Александр Демидов, Кавимиля Ларин, Ростислав Хаид и Леонид Барац. А теперь давайте посмотрим репортаж с этой кемьеры «Телеком». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 в фильме. Артем Смола подтягивается к нам. Артем Смола! И, дорогие друзья, самый значительный артист нашего коллектива Игорь Золотовицкий. Сейчас я предоставлю слово Славе, как обычно. Да, друзья мои, я хотел поблагодарить съемочную группу всех ребят, которые со мной работали. Перечисление очень долгое время займет. Они все мои большие друзья. Неважно, снимаем мы фильмы дальше или не снимаем. Тем не менее, спасибо вам огромное. Ребята, Витя, спасибо тебе большое. Сережа, спасибо. Это сейчас был Виктор Николенко и Сережа. Сережа Дышух, оператор. Друзья, спасибо вам большое. Я Дмитрий Дьяченко, режиссер трое фильма. Слово Ростиславу. Я скажу несколько обязательных слов, но в данном случае не только по необходимости, но и от души мы выражаем благодарность, большую благодарность фонду кино, который, наконец, нас поддержал. Это очень приятно. Обновилось руководство, и сразу у нас наладился контакт. Это очень приятно. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо большое. А еще я хочу сказать два слова. Это официальные слова. Вот две вещи хочу сказать. Первое, что мы этим фильмом постараемся, в общем, как-то так, извините за грубость, одним местом все-таки на два стула сесть. Мы очень постараемся, постарались сделать, с одной стороны, умное, хорошее кино, и мы очень хотим заработать много денег. Ну, не знаю, по крайней мере, постарались это совместить, посмотрим, как это получится. А второе, вот задача, которая, мне кажется, у нас получилась, которую мы выполнили, вернее. Вот Игорь, да, который, вот те, кто его знают, они поймут, о чем я говорю. У него какая-то невероятная атмосфера, невероятная энергетика. Этой энергетикой, об этой энергетике знают его друзья, ну, некоторые люди, которые приходят в театр и так далее. Но мы очень постарались, нам кажется, что нам это удалось, эту энергетику перенести на киноязык, и чтобы об этом потрясающем актере узнали все наши люди в стране. Спасибо большое. Наконец-то все узнают, как выглядит ректор студии МХАТ, школа студии МХАТ. Собственно, все. Остальное мы сказали своим творчеством. Я бы хотел сказать, что, друзья мои, у нас здесь присутствует замечательный французский артист Венсен Терес. Если вдруг вы услышите, что кто-то в течение сеанса сегодня громко разговаривает, это его переводчица. Громко смеется по-французски, это он. И громко смеется по-французски. Друзья, у нас тут присутствует прекрасный русский артист Михаил Ефремов. Если громко храпит, это он, друзья. Один из лучших бизнесменов Михаил Прохоров, друзья. Сейчас мы всех передам пройдемся. Это не он стал, друзья. Нет, это... Просто люди вышли. Михаил Ефремов, валы ходят. Ребята, спасибо большое, что вы все здесь. Мы знаем, что вы все наши друзья. Ребята, значит, это лирическая драма-трагедия. Не смеяться. Спасибо. Я пошутил. Хочите просто вот от этого только. Все. Ура! Спасибо большое. Спасибо.